Прикосновение к искусству в интерактивной форме. В воскресенье новосибирцы собирали самый большой в мире пазл. Автопортрет в шубе немецкого художника Альбрехта Дюрера. За процессом наблюдали мои коллеги. Это интересно, мне интересно все, что связано с Германией. Я увлекаюсь этой культурой, я переводчик по образованию. Почему бы нет, здесь очень много людей. Это интересно, это впервые. Я впервые на таком мероприятии. Сами недавно начали собирать дома пазл большой и подумали, что зачем останавливаться на маленьком, когда есть возможность собрать такой огромный пазл. 1023 кусочка. Размер каждого 70 на 70 сантиметров. Вес около 800 граммов. Таков самый большой в мире пазл. Известная картина Альбрехта Дюрера автопортрет в шубе. Его создали в Нюрнберге в специальном году Германии в России. Дюрер является иконой искусства в Германии, поэтому и выбрали его работу. Кроме того, Дюрер родился в Нюрнберге, где и создали пазл. Чтобы не запутать участников, пазл выдавали по частям. Чтобы получить деталь, надо было отстать длинную очередь. Раздавали кусочки и контролировали процесс на площади волонтера. Это мой не первый волонтерский опыт. До этого были и другие проекты, и надвигающиеся интера. Но для меня всегда очень приятно и интересно участвовать в любых акциях Гёта-центра. Особенно связанных с Годом России и Германии. Особенно связанных, собственно, с Альбертом Дюрером. Это знаковая персона. Поэтому для меня это просто огромное удовольствие и новый опыт, новые знакомства, новые друзья. Воссоздавать картину жителям не мешал дождь, который периодически начинался в центре города. Пазл уже непогода не может повредить. Он сделан из очень прочного материала, который не промокает. Новосибирцы собрали картину за три часа. Это на полтора часа быстрее, чем в Екатеринбурге. Теперь акция пройдет в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Волгограде. Елизавета Разумникова, Данил Смирнов, Академ ТВ.